Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня у нас кухня инфодайинга, и нам отвели 30 минут на нее, поэтому мы будем говорить очень быстро, а новостей очень много. И это на неделе началось у нас с приятных сообщений о том, как опять поправляются дети. Например, опять появилась на горизонте мама Лени, привет! И опять начала писать, как у них идут дела. Леня уже идет учиться в общеобразовательную школу без тьютера. Он вообще очень сильно повзрослел, он начал кататься со сверстниками, и пошло-пошло-пошло движение, и слава богу, движение идет, и это очень здорово. Дети растут, и они поправляются. А еще у нас на этой неделе была обратная связь после тренинга «Деньги из глубины». И одно из писем мы так и назвали. О, это было жестко! Это было после отработки на курсе «Деньги». И человек полностью провел и рассказал, как все происходило с ним, какие трансформации и так далее. Кстати, на тему этого курса пришло уже много писем, и часть из них мы опубликовали. И там были письма, когда люди нас благодарили, плакали, рассказывали, какие трансформации произошли за первую неделю, после курса, как просто чудесным образом начала меняться жизнь, что у них происходило внутри. Это то, что люди нам открыли. То, что происходило на курсе, потому что вся обратная связь у нас была и на курсе. И мы ее оставили там же, на том видео, которое закрыто и больше не будет в доступе, потому что там люди писали искренне, честно, открыто, с душой. И мы понимали, и вся группа это осознавала, что это реально очень глубинная трансформация и глубинные переживания. Но чуточку, кто решился и написал еще и после курса, вы можете почитать на сайте poof.by. То есть это все есть. Опять-таки, здесь же, вот если продолжить про курс, статья пришла. Форма проведения курса потрясающая. Ревела за себя, за участников курсов. Муж вернулся из поездки и сказал, ты так помолодела. Стали ясные глаза и белоснежные белки и так далее. В общем, про все трансформации читайте на poof.by. Люди меняются и жизнь у них становится счастливой. И на самом деле мы к этому стремимся, ведем, идем и стараемся донести до людей, что, ребят, как только вы становитесь искренними и открытыми, как только вы становитесь сами собой, жизнь становится другой. Ты можешь представить жизнь, где ты оденешь какую-то маску и начнешь играть роль под чужую дудку? Нет, конечно, но, с другой стороны, еще чуточку что-то есть. Но при этом уже ловишь, уже ловишь сразу. А я смотрю тебе в глаза, там, зайца, за такие вопросы, там, сейчас по голове. А еще у нас на этой неделе нам написал Олег, и мы рассказали про болезнь Хокинга. И мы, кстати, про это же выпустили наш подкаст, который называется «Друкарня инфодайвинга. Как работает шиза. Болезнь Хокинга». Это рассказ про то, как мы работали с боковым амиотрофическим склерозом. Вы знаете, вот когда меня несет в потоке, я болтаю что-то, да? Это одна тема. Вот прошло время после того, как вышел этот подкаст. И я вчера, когда гуляла с собакой, я включила свою видеозапись в наушниках и прослушала. И вдруг я поняла, на самом деле в этой «Друкарне» мы рассказали столько толковых вещей для специалистов. То есть если человек занимается психологией или психотерапией, да, то есть я беру профессионалов. И если он слушает такие вещи, то у здравомыслящих людей всегда должен возникнуть вопрос. Блин, как они это делают? Наверное, я чего-то не знаю. Наверное, мне имеет смысл в этом разобраться. А если человек не задает такие вопросы, то он не профессионал, и он занимается не своим делом, потому что у него нет интереса. Потому что не может не быть интереса у человека, который понимает, что есть болезнь, которая не прописана в коллективном. Выхода из нее нет в коллективном. Не было случаев выхода из этой болезни. Вот перетрясите все медицинские истории. Не было. И мы знаем, как мы создавали этот выход. И это настолько интересно. И если человек, работая с людьми в области психологии или психотерапии, то он понимает, что там подняты такие слои психики, которые не могли быть описаны ни у Фрейда, ни у Юнга, ни у кого из великих. А это значит, что эти шизанутые взяли и это все выдали в прямой эфир. И я, когда слушала свою друкарню, я вдруг понимаю, мы такими простыми словами говорим такие глубинные вещи, и сами не осознаем, как мы эти, по сути дела, мечем бисер. И возник вопрос. Ну ладно. Пока я остановлюсь на этом. И снова у нас в новостях обратная связь. Курс потрясающий, крутой. Простите, что поздно, прорвало. Хочу искренне поблагодарить за курс и так далее, и так далее. Люблю вас. На самом деле, мы читаем, вы можете почитать эту же обратную связь. И здесь очевидно. Искренность, открытость от души к душе идет, благодарность, чистота. И понятно, что у человека идет очень сильное расширение сознания. Понятно, что у человека глубинным образом меняется отношение к жизни, отношение к себе, отношение к своей реализации, к своему проявлению. Человек становится другим. Он становится сильным, он становится наполненным. Он становится творцом, создателем своей жизни. Он возвращает назад Бога. Абсолютно осознанно. И вот эти трансформации, они такие крутые вообще, просто невероятные. Когда осознаешь вот этот возврат, да, или когда просто без осознавания слушаешь о возврате, то это совсем разные вещи. Кажется, ну да, ну возврат я понимаю, ответственность вернуть там, да, но нет вот этой глубины. А когда ты осознаешь, ты глубину чувствуешь, насколько это действительно важно, и насколько это так, когда ты возвращаешь в себя себя. Это вот, ну, это очень сильно, очень сильно. А еще у нас на этой неделе вышел стрим «Автоматизм жизни через программы рода и кармы». Вышел. Нет, он выйдет. Этот не вышел, был другой. У нас сегодня, 6 сентября, в понедельник, в 18 часов, стрим. И этот стрим «Автоматизм жизни через программы рода и кармы». Но у нас на этой неделе был другой стрим, про который я хотела рассказать. Сейчас я до него уже долистаю, дойду, потому что я просматриваю в компьютере, чтобы не забывать, что у нас было на этой неделе. А сегодня у нас будет 18 часов стрим, и мы будем говорить про род и про карму. И мы будем говорить про то, как собираются автоматические сценарии, в жизни человека, как он эти сценарии считает, что это он сам вот в моменте здесь и сейчас выбрал, как идет процесс присвоения себе вот этих решений, хотя человек к решениям, к этим не имеет никакого отношения, кроме того, что он когда-то это заложил в автоматическое проживание. Знаете, как мясо в мясорубку, а уже фаршик пошел. В общем, обо всем этом мы сегодня вечером будем говорить в 18 часов. А в 20 часов у нас будет погружение, оно называется подъем рода. И вот это на самом деле очень сильная психотехническая база, которую можно прожить на себе, потому что она очень круто сказывается на отношениях с родственниками, на своем отношении к роду, на осознавании программ рода, на том, что действительно, что тебе род дает и надо ли это брать. И если ты берешь, то какие могут быть последствия и так далее. То есть это все через проживание, через собственный опыт. Вот это погружение, оно будет сейчас. А курс на тему кармы и рода начнется завтра. И вот завтра у нас пойдут уже и проработки глубинные. Сейчас у нас будет только подъем рода, а вот глубинные проработки по роду и по карме, по автоматизму, по сценариям, по всему, у нас пойдут с завтрашнего дня. И на самом деле вот этот курс один из самых интересных. И обязательно для того, чтобы на него прийти и участвовать, надо будет заявить проблему, которую вы считаете родовой. Например, родовое заболевание или какие-то раскулачивания, или бедность, или болезни, или отношения. Одни вдовы были, или мужья рано умирали, или бездетность. Именно то, что тревожит. То, что тревожит. Именно тревожит. Не просто придумать. А вот вы знаете какую-то проблему, и вот она тревожит вас. Вот ее и надо будет сформулировать. И мы будем учить не просто там заливать, загребать и так далее. Есть варианты, когда зачищаете оптом, но все равно одно зачистили бесконечное количество информационных носителей в психике, которые могут развернуться, так называемых метельных метод. Так вот, здесь мы работаем с конкретной проблемой, находим конкретное ядро, работаем с конкретным ядром и учимся завершать эти истории для того, чтобы эта история больше не проявилась в жизни. И одновременно это все трансформировать в свой собственный жизненный опыт и расширять сознание за счет осознавания процесса. И нарабатывать психотехническую базу для работы с клиентами. Потому что вот эта техническая база, она может быть на разных уровнях глубины, но самая эффективная, она действительно из самых глубоких уровней сознания. То есть тогда у нее эффективность практически сработка день в день. А если вы с более поверхностных уровней работаете, она, соответственно, растягивается немножко во времени. Кроме того, на этой неделе мы полностью выдали и составили расписание практикумов и коллективных погружений на сентябрь, начало октября. И даже, наверное, почти до конца октября. А курсы мы уже расставили до января, до начала января. И вы видите расписание. Расписание больше дополняться не будет. Дальше оно будет уже корректироваться. С января месяца пойдет новое. Да, мы посмотрим, что-то повторится, что-то не повторится. А еще пришла очень такая крутая благодарность, которую написали, блин, какая же Наташа Зайцева. Я не могу подобрать слов. Столько бывает внутри к ней непониманий. И пишет, и что, блин, пишет, хер знает, непонятно. А пишет она суть. Суть, которую не все и не каждый, не с первого раза готов услышать. Спасибо за эти теплые слова. На самом деле мы действительно пишем суть. И вы заметили, те, кто с нами работает, что присылать нам аудиофайлы или видеофайлы бесполезно. Мы их не можем послушать или почитать. Потому что мы действительно много работаем. А аудиоформат, он занимает время. Потому что, когда вам вот так расслаблено, хорошо и лень писать, суть два слова, лень писать. Поэтому мы просим всегда нам писать. И мы пишем всегда кратко. Проблема в том-то, в том-то и в том-то. И вы знаете, когда мы вот так четко формулируем проблемы, иногда кто-то на нас обижается, иногда кто-то не понимает. Но всегда можно уточнить, если не понимаешь. Иногда человек просто закрывается от наших слов. Потому что в любом случае мы пишем искренне, открыто и пишем правду. То есть нет варианта, что мы там на вас разозлились, обидели. У нас нет этих игр. Это не про нас. Это игры не наши. И поэтому, когда мы получаем письма, вот я специально сейчас сделаю акцент. Я знаю, что просто мама будет смотреть. Обязательно это видео будет смотреть. И я хочу обратить ее внимание. Потому что она вчера получила сообщение. И я почувствовала, как она закрылась после нашего сообщения. Она прислала и попросила о помощи. Потому что у ребенка получился откат и вернулась проблема с туалетом. Так вот, откат случился не у ребенка. И мы попытались до мамы донести. И вот этот момент такой пиковый. Пиковый момент, когда есть, ну по нашим подсчетам, три дня до недели. То есть вот это то время, когда мама должна очень-очень быстро начать работать. Честно. Потому что мама врет. Полгода врет мама. И не говорите мне, что не врете. Не работали. Не занимались. И у ребенка, а ребенок уже почувствовал свободу. Вот, 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 вот. Она сейчас должна выйти в здоровую жизнь. И она сейчас. У мамы столько злости и подавленной грести. Просто капец. Мы вышли и понимаем, вот зреет психоз. Психоз у мамы. Я даже порекомендовала ей попить немножко медпрепаратов, чтобы снять перевозбуждение по ЦНС. Почему? Потому что ребенок какает для того, чтобы взорвать маму. Мама взорвется, чайник вскипит, мама отлетает, а ребенок идет в здоровую жизнь. Что значит мама отлетает? Вот говорю для тех мам, которые тупо считают, что у них прокатит. Мама отлетает. Ребенок пошел поправляться. Что случается с мамой? Мама все равно должна измениться. Мама не изменилась. А ребенка уже вытолкнули, да, в здоровую жизнь. Она пошла. Что случается с мамой? Маму накрывает. И потом мама проходит время, как мама Лени, между прочим, с которого мы начинали, пишет, а меня накрыло. И потом она карабкалась, карабкалась, молодец, карабкалась. Но зачем ждать, чтобы вас накрыло, ребята? Вот потом вы говорите, это инфодайверы. Это не инфодайверы. Это вы ленивые и лживые. Вы не работали и врали. Я так принимаю решение. Я так хочу верить вам. Я так хочу слышать вас. Ну так если вы хотите, так и слышите. И при этом вы принимаете диаметрально противоположное решение. Стена глухая, потом ребенок глохнет. Конечно, ребенок оглох. Почему? Потому что мама глухая. Но ведь у ребенка не было предпосылок к этому. Так вот, вот эти вот вещи надо ловить в себе. Надо четко отслеживать, где вы врете, где вы провоцируете. Вы играете со своим зеркалом. Вы можете мимо нас проскользить. Пожалуйста. Мы ничего вам не скажем против. А можете зацепиться, остановиться и сказать, нет, я тупо отработаю. Я вот здесь зацепилась, я остановлюсь и я изменюсь. Я действительно откроюсь. Не войду в бункер, не спрячусь, а откроюсь. И буду искренне и честной сама с собой. И ваш ребенок вам отражает, насколько вы искренне и честны сами с собой. А мы вам всего лишь подсвечиваем и говорим, смотрите, что отражает ваш ребенок. Потому что именно он вам отражает. Поэтому вот эти моменты, пожалуйста, мы искренне хотим донести. Мамочки, не выводите на пик. Не выводите на пик. Снимайте напряжение сразу. Как только пошло напряжение, будет сопротивление. Как только напряжение с сопротивлением, идет раскачка, идет игра, игра в болезнь. Это не выздоровление. Ваше дело снять напряжение, расслабиться и позволить сработать притяжению. Притяжению здорового сценария, другого сценария здоровой жизни наполнится энергией, светом, счастьем. Ведь когда у вас энергия, свет, счастье, вы не напряжены. А когда вы напряжены, вы пустые. У вас ничего нет, кроме злости и агрессии, подавленной в себе. Так вот, скажите, счастье и злость с агрессией, это разное все-таки состояние? Или это одно и то же? Ну, это же очевидные вещи, да? Поэтому мы изо всех сил стараемся вас вот из этой вот злости, подавленности, вскипания этой вот чайника, да? Который, неважно, проявится он там гипертоническим кризом или психическим или еще каким-то кризом. Без разницы, он проявится. Это вы себя задавили, это не кто-то вас задавил, это вы так себя любите. А мы вам всего лишь так подсвечиваем зеркалом, говорим, посмотрите, как вы себя любите. Как вы себя гадите в свой собственный колодец. Да? Поэтому спасибо тем, кто все-таки осознает вот этот вот наш труд. И спасибо тем, кто нам говорит вот просто прямо спасибо за эту суть. Самое главное, что у нас нет цели обидеть, нет цели там какие-то раскачать эмоции. Наоборот. Наоборот, мы просто подсвечим, а ваше право видеть это или не видеть это. Но когда включаются споры, ну, то есть начинают мамы сопротивляться, ну, смысл, нам все равно, нам абсолютно все равно. Мы показываем просто суть, а ваше право увидеть это или не увидеть. И еще одно сообщение, это сообщение после курса у меня получилось перезаписать новую жизнь. Почти 20 месяцев, в которые я с вами шла, работа по осознаванию и закрытию трансформации старых ненужных программ. Да, тут была работа с онкологией, тут были очень глубинные трансформации, тут было осознавание, тут был реально глубочайший, очень сложный период работы. 20 месяцев работы, 20 месяцев пути. И на самом деле я сейчас вот просто читала, понимала и понимаю, рождается новая пара инфодайверов. И это здоровая, красивая, счастливая пара, которая будет помогать людям, имея свой собственный опыт. Потому что абсолютно все пройдено на собственном пути. И никто не сможет сказать, это вы придумали из головы, это вы выдумали, это не так. Нет, на каждый шаг есть свой опыт, есть свой выход, есть свой выход из страшной болезни. На самом деле, вот это круто, и спасибо за вот эту обратную связь тоже. А еще у нас новый вид обратной связи за эту неделю был, когда нам писали сразу после консультации. Замечу, сейчас консультаций очень много, и связь приходит сразу. Новые мамы, которые приходят, спасибо вам большое, вы уже приходите подготовленные. Вы понимаете, без работы ни хрена не будет. То есть, сразу приходят в чат, начинают работать в чате, либо заказывают консультацию и приходят в чат, по-разному получается. Но сам факт, что человек слышит, уже когда мы присылаем видео, работая, человек уже слышит, о чем идет речь. И начинает с позиции наблюдения, вот с этого двойного восприятия, видеть, что происходит. И вот это очень важно. И первая связь, сразу после консультации, мама написала, у меня есть изменения с мужем, он стал меня называть по имени, чего не было несколько лет. Мне это режет слух, я отвыкла, это значит, муж начинает видеть меня, а я еще сама себя не вижу. Да, я читаю, плакать хочется. А вот представьте, большинство родителей, у кого дети аутисты, вот так и живут. Они, ну, хорошо, если помнят, как зовут друг друга по имени. Хорошо, если помнят, что такое секс. Хорошо, если объясняют, у нас же ребенок аутист, мы же этого не можем. Подождите, ну это же люди, подождите, это же жизнь, подождите, а вы что, потерялись настолько, что вы забыли про любовь, про чувства, про отношения, вы забыли про самих себя. Вы забыли, как зовут ваших близких. И уже считаете, это нормой, что нет имен, нет, да. И вы знаете, когда муж начинает называть жену по имени, после нескольких лет это круто, респект мужчине, который, ну, я надеюсь, что услышал, да, и респект женщине, которая начала себя видеть. Потому что, когда такие трансформации происходят, дети начнут поправляться быстро, потому что у родителей это и пазлики сложились. Просто так происходит. А еще у нас фрагмент стрима, вот это то, про что я говорила, у нас был на этой неделе стрим, он был 31 августа. И теперь найти его, он уже в закрытом доступе, найти его можно только с нашего телеграм-канала, который называется Infodiving News, либо же с сайта poop.by, раздел live, да. Так вот, уже с ютуба его отыскать будет невозможно. Так вот, фрагмент стрима мы выложили, который называется «Коллективные игры прошлого». Там такой стрим тоже был на потоке, очень сильный. И про игры, которые ведет наше общество, и про основную идею мировую, которая сейчас отсутствует в нашем обществе. Именно в обществе кризис идей, а общество коллективное без идей не может. И та страна, которая первая, которая первая подхватит новую идею, создаст новую идею, родит новую идею, озарит новую идею и так далее, та страна будет лидером. Тут без вариантов. То есть даже если посмотреть геополитику, и в то же самое время мы понимаем, что вот эта вот идея возвращения человека к себе – это одна из идей. Например, у нас еще витают идеи благодарности. Вот я, например, не знаю, вот сейчас меня несет, может быть, сын захочет это вырезать, но я бы, например, вот смотрите, я здравомыслящий человек, я живу в государстве, я нерелигиозна, да? Почему есть религии, они находятся на территории государства, и они не платят налогов, да? Ну так заплатите хотя бы благодарности. Ну поблагодарите эту землю, этих людей за то, что ваши здания стоят на этой территории, за то, что вы здесь бизнес ведете. Поблагодарите сами искренне, просто назовите это благодарностями. И тогда вы покажете пример неосознанным людям, как благодарить, как научить людей говорить спасибо. Вот как научить человека, который не берет на себя ответственность, говорить спасибо? Да никак. Надо, чтобы кто-то показал пример. И сегодня этот пример может показать религия. Религия, да. И почему она не показывает? Непонятно. Это подъем авторитета религии. Это помощь государству, которому тяжело экономически. Это другое развитие сознания. Это другой уровень развития сознания. И это можно начать с религии. И религия может быть любой. Какая разница? Православие, католицизм, мусульманство, иудаизм. Какая разница? Вы все не платите налогов. Ну поблагодарите то государство, ту землю, на которой вы стоите. И научите людей благодарить своим примером. Ведь люди копируют. Они же как мартышки. Смотрят, вот он сделал, тогда я повторю. А если он не делает, то я не повторю. И таким образом это послужит развитию сознания общества. Это один момент. Это послужит развитию экономики. Второй момент. И третий момент. Он создаст условия для того, чтобы в бизнесе, у малого бизнеса, точно так же фиксированные ставки, это одна базовая величина. Эти вот отмазки, то, что пытаются контролировать ремесленников, или малый бизнес, или упрощенщиков, замените на благодарности. Но если просто так заменишь, то человек, который не умеет благодарить, он не будет благодарить. А если его научила религия, которой он доверяет, он будет благодарить. И это другой уровень сознания общества. Это перевод рельсов с обязаловки на благодарности. И в Беларуси очень хорошие примеры. Посмотрите, как люди скидывают деньги, когда они хотят кого-то вылечить или поблагодарить вообще за какие-то действия. И это решение, и это развитие сознания, это расширение общества, это расширение экономики. И это все начинается с идеи. И это тоже то, что я сейчас озвучила на потоке идеи. Захочет сын вырезать? Прекрасно. Не захочет, значит, пойдет в массы. И так, и еще у нас есть обратная связь. У нас приходят новые мамы, которые работают сразу. И я взяла специально, выложила, то есть не сообщениями отдельными, как менялась жизнь человека, да, я выложила скринами, чтобы вы видели, что это живые сообщения. Потому что у нас есть мамы, которые, ну, я так понимаю, там просто жадность конкретно мучает, да, но человек находится в самопожирании, и вот в самопожирании он пишет, я не могу поверить, что у вас такие результаты. 30 фильмов мало, сотни отзывов мало, поэтому вот надо сжаться и еще, чтобы, вот поговорите со мной об этом, убедите меня. Докажите, докажите. Поэтому я выложила скринами, вот если вам это не доказывает, то и не доказывайтесь. Идите и гуляйте, вас так устраивает. Но в этом скрине есть одно очень интересное сообщение, в одном, ну, то, что там дети, Кристионос, Маркус, пошли, 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 это прекрасно. Следующий у нас есть мальчик Евстафий. И вот там была интересная история, которая может быть даже интересна врачам. Помнишь, ты работала, и когда мы делали перезагрузки, у него сзади на спине выпирала косточка. И эта косточка, ну, она выпирала, и она как бы, ну, в общем, вот эти состояния сознания, они интересны. Так косточку туф на место, центральная нервная система перезагружена, начинает работать. И мама пишет, сегодня я купала Евстафия, и ее не обнаружила. «Меня пробил холодный пот. Весь вечер я подхожу к нему, кладу сзади руку, и ничего не обнаруживаю». И пишет, извините, такое может быть, чтобы прям на ощупь чувствовалось, да? Да, нам смешно, но на самом деле и не такое может быть, потому что тело человека проявляет сознание человека. То есть мы всегда повторяем, сознание нельзя отделить от материи, материю нельзя отделить от сознания. Это все одномоментно. Без вашего сознания не существует материи. И когда вы это соедините, то вы понимаете, что каждый миг, 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 материя создается. Если миг, день, ночь, это тоже миг, только большой миг, расширенный. Жизнь, смерть, это тоже миг, только расширенный. Так вот, каждый раз день, ночь, перезагрузка, и если в это время правильно перезагружена информация, миг перезагружается, и начинают происходить чудеса. Именно таким образом наши дети выходят из аута. Именно таким образом у взрослых идут изменения. Но что для этого надо? Надо для того, чтобы у человека стал новый миг, с новой информацией. А вот здесь уже наша работа будет обязательно, потому что самому человеку настолько поверить свои силы... Он не позволяет себе. Мы тоже не позволяли себе. И вот чем больше мы ведем практической работы, тем именно на практике мы становимся шире и позволяем себе больше. И в этом плане вот наши тренинги из глубины, которые идут практически там, где мы берем 20 человек и работаем с каждым, вот эти тренинги, они просто невероятно расширяют, потому что они сразу дают опыт, знание, что ты это сделал. Для каждого человека идет 20 опытов. 20. Вот получение опыта. Вот это каждый человек проходит. Да. Не один, а 20. И вот это расширение, оно... Вот это... Вот это... Это про расширение сознания, потому что у человека расширяется опыт. А как по-другому расширить сознание? Без собственного опыта? Нет. Смотрите, когда нету собственного опыта, ты пишешь маме о том, что вот там и там и там там не было любви, там была жесткость, там были ограничения и так далее. А у мамы нету понятия, что такое любовь искренняя родительская. Для нее любовь равно родительские ограничения. И она видит, да, они были добры, они классные, они ограничили, вот они создали вот этот мир в рамках. И вот это и есть любовь. А то, что любовь есть за рамками, личного опыта нет, поэтому информация это не воспринимается. И поэтому нашу информацию, которую мы выдаем, очень многие люди пропускают мимо ушей, потому что она с одной стороны простая, а с другой стороны у них нету личного опыта, например, искренности, личного опыта открытости, личного опыта, действительно, когда ты искренне любишь, личного опыта, когда тебя искренне любят и так далее. И вот этот вот личный опыт, он теряется. И человек, информация, она пролетает мимо. Она зацепится только тогда, когда у человека появится опыт. И получается, так что каждый опыт проживать, игрушка рассчитана так, что вы каждый опыт проживаете. Но можно пойти другим путем. Можно через консультации свой опыт расширить, а можно через вот такие тренинги свой опыт расширить. Вы расширяетесь, вы осознаете, и это ваш опыт. И вам не надо это проживать в собственном теле. И вот наши последние вот эти глубинные тренинги, они реально находка для того, чтобы действительно через опыт, через практическую работу расширить сознание. И самое главное, наработать такую психотехническую базу, которая позволит вам выдавать быстрый результат при работе с людьми. Если вы собираетесь работать профессионально как психолог, или как экстрасенс, или как в принципе. На эту тему на сайте Subrition, это будет последняя сегодняшняя новость, на сайте Subrition скоро будет обновление. То есть оно уже готовится, там уже запускается три раздела. Они уже висят, они уже запущены, но там сейчас вывесятся все договорные условия окончательно, последний апгрейд будет. И там будет раздел психологии, раздел инфодайлинг, и раздел экстрасенсорика. Раздел психологии, экстрасенсорика, человек может приходить, регистрироваться, и сразу проводить занятия, курсы, тренинги. Платформа Subrition, она круче Zoom, по большинству пунктов. Кроме одного, она не дает проводить конференции. То есть там нельзя говорить всем одновременно. Но при этом, если спикер один, то его все остальные прекрасно слышат, и сохраняется видеозапись. Это тоже очень большой плюс. То есть она аналог Zoom, но немножко по-другому организованный. Там можно будет проводить семинары, курсы, тренинги, там можно будет принимать платежи. Все это договорные условия. И все эти условия вот сейчас повиснут, то есть еще и для двух разделов дополнительно. Там уже большинство прописано. Чуть-чуть осталось. Мы сообщим, когда это пойдет в работу. И уже в обкатку. Единственное условие, мы работаем только с зарегистрированными ИП. То есть мы предлагаем человеку изначально быть честным с государством. Потому что с этого начинается шаг к себе. Если вы этот шаг начинаете с кривизны, то вы, соответственно, плюете в свой собственный колодец. Поэтому у вас будет обязательное условие подписания документов и высылания договоров. Вот с этим сейчас загвоздка. Это занимает где-то месяц. Пока мы это делаем, у нас уже ведется работа, пока мы это делаем в ручном режиме, а уже после последнего апгрейда это пойдет вообще в автоматическом режиме. Загрузили, отправили, у вас включился доступ, вы начинаете работать и пользоваться платформой. Мы расширяемся, мы пишем и мы развиваемся. И мы говорили, проект Subrition это не просто проект касательно инфодайинга. Это проект значительно шире. Это проект, когда человек приходит к себе субъективному. И не важно, он придет через психологию, он придет через эзотерику, или он вломится действительно напрямую в инфодайинг и пойдет кратчайшим путем. Идет к себе самому. Потому что пойдете вы вверх, вы все равно к себе придете, пойдете вы вниз, вы к себе придете, направо к себе, налево к себе, земля круглая. И исходя из этого, мы тоже решили, что с какой стороны не пойдешь, все равно к себе придешь. Пойдешь. Спасибо сегодня, что были с нами. Тем, кому интересно заниматься инфодайингом, кому интересно слушать нас, ждем вас сегодня в 18 часов, через полтора часа на стриме и в 20 часов на погружении, которое называется подъем рода. Мы будем менять частотные настройки рода и убирать ту информацию, которая вывалится, которая уже развернута в вашей жизни. То есть это позволяет закрыть те вещи, которые уже активны. До встречи, друзья. До встречи.